Наталья Николаевна Батракова У меня нет такого момента, что я не знаю о чем писать. Я всегда знаю о чем писать. У меня всегда есть какая-то вот идет в голове вот какая-то подсказка и этот сюжет намного вперед. Прорабатывается, чем пока я добираюсь до компьютера. Но здесь главное вот все дела такие вот закрыть, чтобы тебя ничего не беспокоило. Писать прузу это такое глубокое заныривание. Это такая подводная лодка вот она шла в автономное плавание. Это не значит, что ты абсолютно отрешен от мира. Нет. Ты занимаешься теми же делами. Ты там можешь обед приготовить домашний. Ты там можешь сходить даже к кому-то в гости. Но при всем при этом ты стараешься минимизировать все возможные отвлекающие моменты. Потому что ты ушел в это вот погружение. И ты там живешь совершенно другой параллельной жизнью. То, что ты дописал книгу, это не значит, что ты ее доработал. Это еще впереди такой труд, ну неимоверный даже, где-то может быть отчасти рабский. Потому что когда ты пишешь, ты выплескиваешь свою фантазию на странице, ты о многих вещах не задумаешься. Ты все это проживаешь, ты плачешь, смеешься, влюбляешься. А потом вот кажется, все выписано. И сдаст вот такой выдох. И потом нужно оглянуться назад и начать сначала. И начинать перечитывать. И здесь уже начинается работа, здесь начинается недовольство собой. Потому что столько тавтологии какой-то. Одно и то же, например, существительное на странице может встретиться пять раз. И глагол тебе не нравится. И дальше построение фраз. То есть идет полная такая переработка, перелопачивание всего текста. И я отдаю книгу в издательство, когда на том этапе, когда я понимаю, что я больше уже ничего не могу сделать. Хотя, опять же, книга вышла. И как ее все не читали. И все равно вот была одна такая явная ошибка. Но я бесконечно благодарна своему читателю, который очень нежно вот так вот тоже ко мне относится, любя. Потому что мне тут же пишут опять же в мессенджере, в фейсбуке. А вот страница такая-то. И при том они не уверены. Может, вы ошиблись немножко? Может, как-то еще? Я всех благодарю. Особенно, когда... Нет, не расскажу. Нет, нет, нет. Не скажу страницу. Потому что первый тираж ушел за четыре недели. В следующем тираже этого не было. Конечно, это все было исправлено. Муж ушел с детьми на улицу играть. А я убираю квартиру. Там что-то чищу. И параллельно... То есть руки делают. И я... Опять же, мозг работает, что сделать лучше. А здесь такая фантазия, такая возбуждающая. Конечно, там мужчина и женщина. Идет сюжетная линия. И ты вот так возбуждаешься, возбуждаешься от этого всего. У тебя там сердце колотится. Ты проживаешь эту параллельную жизнь. И потом ты ее отпустишь, забудешь об этой фантазии. Потому что переключился на все домашние заботы. А на завтра обязательно... Вот что-то как будто жизнь тебя наказывает. Там сломалась машина. Заболели дети. Что-то еще. Какая-то такая бяка. Вот что-то такое случилось. И я... И это повторялось неоднократно. И я стала уже бояться своих фантазий. У меня было такое чувство, что как будто кто-то меня наказывает за то, что я в этот параллельный мир вот так погружаюсь. И я года на два, наверное, даже просто жестко себе запретила вот эти фантазии развивать дальше в голове. А потом, вот спустя пару лет, мы строили уже тогда дом в Ратомке, я возвращаюсь однажды в город, уже темнее. Это состояние, такое настроение. И я понимаю, что вот это моя фантазия, вот она, она вот здесь. И я думаю, ай, ладно, позволю себе. Ну что-то может завтра случиться. Пока я ехала домой, у меня это прокручивалось, прокручивалось. Но что я сделала впервые? Я впервые не отпустила эту фантазию, не забыла, не переключилась на что-то другое. А я бросилась к ноутбуку и начала ее записывать. Это были первые пять страниц территории души. И наутро все равно я проснулась, и вот с таким ожиданием, ну где же ударить так голову в плечи, с какой стороны? А ничего не случается. А наоборот, я помню, что это была весна, это был май, и птицы поют, утро такое. И я уже до вечера, я дожила только с одним вот ожиданием, опять сесть, продолжить, сесть, продолжить, дальше, 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 дописывать. Я ведь долгое время себя называла только автором. Я поправляла журналистов, потому что у меня была очень высокая планка. Писатель, в моем понимании, это значит, это вот такой вот стеллаж с книгами, это верхние полки, золотое теснение, имена, это просто небожители. Это действительно такой талант, который там дается от Бога. И я очень долго не могла себя поставить рядом с ними на эту полку. А ведь писатель ты или нет, это критерий как раз того, если твои книги не промелькнули, о них забыли, а когда они переиздаются, когда они зачитаны до дыр. Я, когда приезжаю в библиотеку, я всегда прошу, библиотекари стесняются, им стыдно даже показывать вот эту зачитанную, клееную, переклеенную книгу. А я прошу списанную, принесите мне самую зачитанную. Вот принесите мне, пожалуйста, потому что это счастье, это писательское счастье. Вот такая книга, ты понимаешь, сколько рук держала ее, сколько эмоций. Она книга людям отдала, но люди опять же свои эмоции туда и дальше выплеснули. Вообще, я считаю, настоящий критик, он, когда ты должен, ну не то, что должен, но задача перед тобой, это не размазать по стенке, а найти как положительное. Положительное. Ну не может быть, чтобы во всей книге ничего такого не было положительного. Ни один образ хорошо не проработан, ни какая-то сюжетная ситуация, ни какой-то, ну и, конечно же, это и хлеб найти отрицательное. На чем еще нужно работать? По сути, вот я понимаю критику так. Но у нас все, с чем сталкиваешься, вот критика такого рода совершенно другая. Да, это действительно, и при том еще могут заявить с гордостью, что они там чуть ли не патологоанатомы. Но я с этим категорически не согласна. Да, это всегда больно. И отнюдь людям не интересно будет действительно исследовать, изучать там мое творчество. Нет, это чаще всего сведение каких-то личностных счетов, кто против кого дружит, кто кому мешает. Я чем глубже окунаюсь в творческую среду, я понимаю, сколько этого здесь много. Конечно, нарастает броня, конечно, ты какие-то моменты не реагируешь. Я не читаю уже лет семь никаких комментариев ни под одной статьей, в которой что-то обо мне написано. Потому что это уже из другого разряда, это об уровне тех же людей, которые живут в соцсетях, когда самое безобидное может появиться, а это кто? Я не вижу смысла просто даже читать и вот дальше во все это погружаться. Кто только не появлялась где-то. Что у меня муж чуть ли не издательство не купил, что эти тиражи мы штампуем. Да, да, что я библиотекарям, да, что я доплачиваю библиотекарям, чтобы они рекомендовали мои книги. Я когда рассказывала об этом библиотекарям, они хохотали, что, говорит, мы уже озолотились, наверное, если бы за каждого читателя вы еще нам приплачивали. Опять же, эти тиражи, у меня нет склада. Я сейчас, если я везу книгу, я вынуждена кому-то ее подарить. Я пытаюсь объяснить, что люди, у меня нет своих книг, я не издаю их сама. Я иду в магазин, ее покупаю. У меня нету, потому что я работаю за роялти. Да, это может быть, ну, кто пытается вот себя продвинуть, они платят сами за свои деньги, но все по-разному начинают. Может быть, пройдет время, и вы станете популярны, на вас польется золотой дождь. Я не могу сказать, что у меня золотой дождь льется. Да, он приятный сейчас, такой комфортный, но отнюдь не золотой. Но, может, вам повезут больше. Но на сегодняшний день у меня такая ситуация, что, чтобы кому-то подарить книгу, я иду в магазин, я ее покупаю. Его можно найти и после 50, особенно сейчас своим, я говорю, вот знакомым и навстречу, говорю, понимаете, у вас сейчас такой период роскоши. Вы вырастили детей, вы сделали то, еще что-то в этой своей жизни. И вы жили постоянно в прессинге, что вы должны. Так может, имеет смысл подумать, а что вы задолжали себе. И, может быть, даже действительно вот немножко вот стать какой-то эгоисткой, повернуться к себе. Ведь, наверняка, у вас в детстве была мечта или юности. Может быть, вам хотелось рисовать, начать. Может, вам действительно хотелось писать. То, что угодно. Может, вам хотелось вот что-то вот только в земле ковыряться. Ведь самое главное, опять же, получить вот этот двигатель, эту положительную эмоцию. Нас не учили этому. А ведь, наверное, нужно учить, начинать с детства, что нужно, во-первых, научиться самому себе культивировать эту положительную эмоцию. Находить ее в самом, казалось бы, черном дне. Это можно найти. Это несложно. Вот что-то такое вот, которое за него уцепится. И дальше вот так культивировать, культивировать, вытягивать себя. И одновременно, когда ты вытягиваешь, вот так вот улыбаться и дариться, и заряжаться на других. Я стала бабушкой в 40 лет. Считаю, что это мне был подарок. Это в чем-то, может быть, рано. Может быть, я была такой еще недоделанной бабушкой какой-то немножечко, потому что, может быть, слишком молода. Хотя, с другой стороны, бабушкой лучше стать при жизни, чем не успеть. И поэтому это великое счастье, это великая радость. И урок, опять же. Я хорошо запомнила такой момент, когда Вероника, Таня защищала диплом. А Веронике это вот 9 месяцев или 10. Она только-только начинала ходить еще. Вот мы гуляем с ней по нашим братам кислотированной улочке. А она, девочка такая, ну так, все дети национальные, что-то увидят. И вот она идет, поэтому там у нас бетоном, по-моему, залита эта часть дорожки и трещины. И она идет, увидела что-то, она на калиночке так присела. А потом вдруг на меня смотрит и так. Что она там увидела? Боже мой, я подбегаю. Что ты там увидела такое? Я всматриваюсь и вижу, что в этой трещине, в асфальте, муравьиная дорожка. И вот эти муравьи ползут. Что-то каждый делает, что-то для них. Вот это такая жизнь. И для нее это ново. Для нее это... Она в восторге, она заметила там вот эту какую-то жизнь, она познает мир. А я для себя думаю, боже мой, а я на машине по этой трещине, 10 раз туда, сзади, не обратно. И я даже не задумываюсь о том, что это параллельная жизнь, что это параллельный мир, что это интересно. Самое главное, наверное, что понимание того, что его любят. Потому что вот это понимание того, что его любят, оно помогает в самых критических ситуациях. Опять же, нужно, как можно раньше видеть, научиться в ребенке личность. Ему дать почувствовать свою силу, но в то же время показать, что человек может быть слабым. Это тоже нормально. И более того, как-то уж совсем, вот если будет минута такая слабости, вот ты знаешь, куда тебе перейти. И там тебя не просто пожалеют, тебя там поймут. Потому что тебя там любят. Вот это нужно заложить, вот это понимание. Я как-то сама, ну скажем, что я такой по жизни человек. Конечно, бывают минуты очень глубокого эмоционального переживания, горя. Но опять же, ты начинаешь себя как тот Мюнхгаузен, вот вытягивать за что угодно. С этой ситуацией нельзя давать тебе погружаться в депрессию, а тем более тянуть вот это состояние других с тобой окружающих. Опять же, платье искать ее нужно. Она лечит. Хоть по чуть-чуть. Это не значит с горя там сразу какое-то веселье брошаться. Нет, нет. Ее достаточно будет одной маленькой, но которая тебя вот поведет с собой. Но помню, как-то у меня, ну, в принципе, мои, наверное, кто меня лучше знает, они к этому привыкли. Как-то у меня тоже я опаздывала, спешила, утром стою, машина не заводится, кофеварка сломалась. Еще, еще какие-то вот одно на одно. Ну, чего делать? Ну, инженерное образование, побежала, зарядное взяла, включила, перенесла встречу. Сварила кофе в турке, раз не включается, это кофеварка. А еще вышла, и тут приятница звонит, и она, ну, как ты, что? Я говорю, а вот ты знаешь, такой день сегодня, так с утра не задался, начинаю перечислять. И она так, и что, и ты еще смеешься? Я говорю, а что я, если я буду плакать, а ну что, само как-то все разрешится? А так ты как-то посмотришь на все это по другим углом. Даже, может быть, где-то пошутишь, а может быть, подумаешь, что, может быть, так и надо было, что вот я в этот момент не приехала навстречу. А вдруг бы что-то случилось по дороге, и у меня, наоборот, вот от этого вот что-то сохранилось выше. Я для себя тогда поняла, что их нужно, опять же, чем-то согреть, может быть, что-то всколыхнуть, что-то такое очень, такое вот, очень доброе, такое трепетное. То есть я им читала о любви. Ну, опять же, вот такие неожиданности были, когда девушка одна с нами готовилась, там сцена, там такой вот уголок, нам выделили девушку, такая молодая, она такая вся продвинутая, она помогала с техникой подключиться. Ну, видно, что современный человек, вот и симпатичный, интересный. И вот она с нами так хорошо общалась, так все было замечательно. И так еще думаешь, ну, как это такое вот существо, может попасть в эту колонию, это, наверное, какая-то ошибка, такого быть не может. А потом уже спустя время, когда вечером мы зашли перед отъездом попить чай, нам говорят, что нет, не так все просто. Она распространяла наркотики, это, и притом осознанно, осознанно все это делалось, это не ошибка, и более того, это вторая ее ходка. То есть здесь начинаешь понимать, что ты ничего не понимаешь в людях и человеческой психике. Ой, вы знаете, я все-таки больше прозаик, вот как мы говорили, какое стихотворение, а у меня такое стихотворение, вот как раз, там 8 строчек всего, но оно такое, как девиз именно о любви. Потому что всякое в жизни бывает, но это великое счастье, это чудо, его не купишь ни за деньги никак. И, наверное, и не пропустить этот момент. Поэтому найти подтекст. И на одном дыхании, сломав придуманные правила игры, сорваться с места и лететь на золото румане. Такого сладкого предчувствия любви. Забыв о том, что властвует собою, Учила жизнь не год нас и не два. Дай Бог нам никогда не стать экзаменом, Как прятать чувства безразличия слава. Субтитры создавал DimaTorzok